Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Давненько не виделись, и вот он, свеженький видеоролик специально для вас. И сегодня мы подготовили для вас кое-что очень крутое. Многие из вас наверняка слышали, кто такой Чу-Чу Чарльз. Если нет, то вот он, вот он, вот он, вот он. Это, короче, паровоз с паучьими лавами. Очень страшная тварь, но она, к сожалению, из видеоигр. Поэтому сегодня мы в моем гараже, в нашем ангаре, где мы производим кучу странных машин, решили сделать и в реальной жизни эту тварь. Все прежде всего начинается с проекта. Потому что если не просчитать проект, не продумать, потом получится какая-нибудь фигня, лишние расходы и все остальное. Лишние расходы нам ни к чему, поэтому будем все делать четко. Итак, берем за форму наш луазик, а потом устанавливаем на него каркас. Вот здесь будет установлено, к этому каркасу, короче, установим еще каркас. То есть вот так вот. А потом добавим различных, воорудов, усилений, чтобы каркас держался на этом луазике и не отвалился. Ну, а дальше все очень просто, мне кажется. Дальше мы устанавливаем вот эту штуковину сюда. Арку, как у Чу-Чу Чарльз. Это же не машина, это паровоз у нас будет. А потом мы установим еще вот эти штуки, чтобы они держались. А потом накинем всякие панели. Ну и все, все будет четенько, я думаю, держаться. И классный проект. Ну все, думаю, время отправиться за покупками, чтобы купить все необходимое для нашего проекта. Итак, мы снова с вами в строительном магазине. Моем любимом. Точнее, нет, потому что он самый дорогой, но он самый ближайший. Я знаю, у нас в городе, где есть самый дешевый строительный и где есть самый дорогой. Вот сейчас мы в самом дорогом. Просто потому что... Починел. Так вот, мой любимый отдел, это всегда отдел с красками. Потому что я прихожу и выбираю здесь что-то интересное. Вот бывают разные, мне нравятся краски, я вообще люблю краски. Наверное, в прошлой жизни, если инкарнация существует, то я был каким-то художником. И вот. Малером. Что ты... Ну что такое? Неприятно сразу же. Все, что тебе надо опошлить, а? Но на самом деле нифига я не выбираю в этом отделе по одной простой причине. Потому что вот, нормальная, хорошая, дорогая краска стоит почти 5000 рублей. А мой вариант, вот это 600, 500, 700 рублей. Для нашего проекта нам вообще ничего за умного не надо. Нам надо вот это. Вот как вот всегда, вот так вот, как назло, а? Вот все соседнее по акции, а вот то, что мне надо, стоит не по акции. Ну а что вы хотели? Это красный. Красный это самый редкий цвет в мире. Вот. А еще нам потребуется, помимо, красный и черная. Но она тоже, как назло, не по акции, она тоже стоит 800 рублей. Какого черта вообще? Изуметь? Дали. Знаешь, что такое Сальвадор Дали? Да. Вот. Ну он был маляром, кстати говоря, до того, как стал художником. Это вот эти вот часы расплавленные. У меня, короче, однажды я оставил мармелад в машине в летний день. И вот у меня он так же растекся по приборной панели, как часы удалили. И всегда нужно переходить от слов к делу. Вы видели тот каркас, который я разработал на компьютере с помощью своего мозга? Так вот, этот каркас мы исполним из самого прочного, самого древнего материала. Древесины. И вот опять же наш вариант. Усеночка. Вот. Из этого материала качественного будем делать наш каркас. Хороший материал. Вот смотри. 50 рублей. После каркаса мы будем использовать всякие штуки, типа панелей, чтобы дать нашему Чучу Чарльзу форму. Я думаю, самый подходящий вариант, это вот эти штуки, называются ДВП. Вот. И нам их надо где-то 10 штук. Кого? А есть тут Сенка? Еще лайфхак вам расскажу. Чтобы придать форму чему угодно, какую угодно, можно использовать эту монтажную строительную пену. Ее наливайте как надо, потом обрезайте, когда она высыхает. Получается классно. Только что она такая дорогая-то опять? Нам таких баллонов надо штук 7-8. Офигеть. Так это что получается? Это Чучу Чарльз уже 1015 будет стоить. Что за фигня? Короче, все, что нужно, купили. Ну что, дорого, недорого. Как говорится, взялись. Надо исполнять. Делай нормально, будет нормально. Вот. Только это. Подписчики ругаются, что ролики не выходят каждый день. Да какая? Я минус работаю. Вот. 10 листов этого, несколько баллонов того. Краска, тыры-пыры, всякая фигня. И, короче, реально вышло это на 15 тысяч рублей, ребята. Вот так вот стоит наш проект. Но посмотрим, как он себя покажет и что из этого получится. Потому что этого, может быть, еще и мало. Вот так вот. В принципе, каркас мы на наш Луазик уже накинули. Да, решили взять Луазик. Я хотел брать инвалидку из вот этого видеоролика, где мы ее купили. Но подумали, что Луазик будет более проходимым, более интересным и более масштабным. И плюс из него очень удобно будет сзади залазить сюда. Наверное. И еще один закончился. Вот, смотрите. Вот так вот выглядят 3000 рублей в помойке. Вот так вот. Просто баллоны ушли вот на создание вот этого чуда. Как я и сказал, у этого паровоза паучьи лапки. И вот мы решили их собрать из ПВХ труб и пены. Как я и говорил, все, что угодно можно сделать из пены. И еще вот у нас есть тут мастер-модель. Это рожа. То есть у нас есть рожа в реальной жизни уже у этого чуть-чуть шариста. Но, к сожалению, она нам не подошла по размерам. Потому что Луазик большой, а рожа маленькая. Поэтому нам пришлось ее увеличить в полтора раза. Но это еще не финальная мастер-модель. Это просто клоунская пародия. Я ее доделаю еще. Она все просто не высохла. И когда она высохнет, и пена встанет, и будет вообще то же самое, что вот с этой стороны. Я вам обещаю. Вот. Таким образом можно заострить. Потому что у паука лапки в конце острые. Спросите, кто мне это сказал. А я скажу, что я сам видел. Вот так вот. И любую форму можно с помощью пены сделать. По-моему, уже начинает смотреться вполне себе круто. В идеале еще это потом шпаклюется, конечно, делается. Но не в этом ангаре. Ну вот, после дня работ мы установили каркас. И сразу же его за ночь облили. Все высохло. И выглядит пока вот так. Ну, что-то похоже на красный чемодан на колеса. Все-таки нам надо пока это исправлять. Но вы не переживайте. Сейчас после установки Харри, которую мы еще тоже делаем. И установки ножек. Наверное, это все по-другому заиграет. Ключевое слово. Покрасочная у нас идет работа полным ходом. Здесь уже у нас свежеокрашенные лапки паучьи. Вот такие вот. Немножко скрипшиеся, но ничего страшного. Вот. Думаю, в принципе, неплохо. А издалека будет еще лучше. Вот так вот мы их установим. Естественно, здесь у нас 4 пары, 8 ножек. И вот у нас сама голова Чичу Чарльза. Правда, она почему-то у нас розовая. Такая бело-розовая. Непонятно, почему такой цвет проявился. Мы вроде как загрунтовали. Делали все по технологии. Но это... Короче, вот... Химическая реакция. Химическая реакция. Вот, собственно. Вот эту вот вещь этой фирмы не рекомендуем. Вот так вот. Потому что денег не заносят нам. То, кого заносят, того рекомендуем. Этих не попросил. Естественно, это, скажем так, только базовая форма сейчас у нас на этом этапе готова. Тут нет декораций и вообще ничего нет. И вот это будет не квадратное, а здесь должна быть такая вот... Арочка. Арочка, правильно, да. И вот здесь вот мы с ребятами придумали... Ладно, не мы, а это ребята придумали такое технологическое отверстие. Потому что, не знаю, будет оно работать или нет. Ну, типа, это чтобы, если что, вот сюда можно было быстрого старта. Брызнуть стартер. Вот. Кстати говоря, мы не проверили самого главного. Заводится ли наш Чу-Чу Чарльз. То есть, интересный момент. Если вы заметили, то Чу-Чу Чарльз, то есть Луазик, который стал Чу-Чу Чарльзом, уже полностью обшит. То есть, здесь это не такая жесткая бункерская тонировка. Это обшивка. Соответственно, чтобы попасть внутрь кабины, нужно произвести подключение электроснабжения вот здесь вот. Таким вот образом. А внутрь проникать придется как-то вот так вот. Я внутри. Ну и важно понять, собственно, зачем я сюда залез. Это понять, заводится ли у нас Чу-Чу Чарльз. Не заводится. Что, можно? А сейчас. Да ты что делаешь, дурной что ли, а? Сказал убрать, я убираю. Я сказал подвинуть. Еще один аккумулятор. Итак, третий аккумулятор. А бензин подкачай. А он тут есть? Был? Точно был? Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получаете гарантированный кэшбэк каждый месяц. Короче, мы подумали, что что-то нужно будет видеть из салона. Поэтому мы решили сделать отверстие. Не дырки, как говорит Пашка. А отверстие. Дырка знаешь где? Еще мы сделали вот такое вот яичко. Это яйца. Кто играл, тот знает. Короче, напишите, кто играл. Или кто смотрел какие-то прохождения. Кто знает, зачем нужны три таких яйца разноцветные. Вот, мы сделали, чтобы у нас прям полный косплей был. А ты сейчас это сломаешь. Вот, я аккуратно сейчас все сделаю. Минус лобаш. Да какой лобаш? Вот откуда в паровозе лобашей? Так линейка же есть. Сломаешь. Да как сломаешь-то? Вот, берешь. Вот и все. И какой минус лобаш? Там еще 10 сантиметров, блин. Идеальный, а все померили вы. Так. Вот, мне все видно. Ничего не видно. Сыск, ничего не видно. Видно? О. А. А что не видно? Так оттенки должно быть. Все видно, что ты угораешь? Так как не видно, вот же отверстие. Вот так ты смотришь, видно? Так зачем вот так? Ты нагнись. Вот так вот. В чем проблема-то? Нормально же. Ты же на Гранте так же есть. Уже не есть. Вот для вас все очень быстро. А у нас тем временем прошло 2 дня работы. И ничего с того момента не изменилось. Мы поставили каркас, поставили пластины, все покрасили. И дальше у нас работа встала. И получилась свинья. И сейчас мы хотя бы должны понять, сможет ли это свинья передвигаться. Пока нет. Что-то огонь пошел. Ой, дым. А что оно горит, я не понимаю, мужики, или это нормально? Да какой Гранте? У нас серьезно, что-то пожар какой-то, походу. Ну-ка, заведи еще раз. Вон дым идет. Там вода-то есть как-то? Ну, потушим что-нибудь. У нас опять дым горит. Это пахнет опилом, да, даже? Ну да, нифига не бензином пахнет. Что-то... Да ты что, не видишь, у нас пожар, что-то горит, блин. Дерево... Свининкой пахнет. Деревом пахнет, блин. Дерево горит. Так, а что оно горит-то? Нам же не надо, чтобы он у нас выехал и сгорел, блин. Но, кстати говоря, я прикинул, он даже отсюда не выйдет с ногами. Да, поэтому... Да. Надо съемные крепления. Съемные крепления. Мы не смогли придумать даже... Съемные. Мы не смогли придумать даже, как окошки сделать, нормально. Ты быстросъемные крепления хочешь для лапок. Итак, друзья, казалось бы, на первый взгляд, в моих руках полная дичь. Так оно и есть, потому что это дело разработал я. Точнее, придумал это Ваня, а дал жизнь этому сооружению я. Сейчас покажу, как это устанавливается и зачем это вообще надо. Та-дам! Представляю вам крепление Костюковича Исмаилова. Ой, как там тебе? Костюкевич? Костюку? Костевич. Костевич. Ну ладно, не обижай себя. Костевич Исмаилов тогда пусть будет. Крепление Костевича Исмаилова. Короче, вот. Просто тут места мало, а так нормально. Самое главное в любом деле, конечно же, это декорации. Декорации и детали, ребята. Иной раз несколько мазков кисточки могут преобразить всю картину до неузнаваемости. И в нашем случае, наверное, с Чучу Чарльзом так и будет. Правда, тут одним мазком не отделаться. И мне бы кисточку побольше, да и побольше краски где-то найти. А то я тут до конца дня встряну сейчас, разукрашивая морду этого страшилища. И на сцене появляется он. Чу-чу-чарль. Что значит придумал? Я заранее знал, как я буду крепить, как я буду строить. У меня каждый этап этого проекта был сразу же вот здесь. Понимаешь? Потому что... Что? Мой проект... В смысле, взади? Куда? Так, у нас идут уже последние, последние самые, так скажем, моментики для нашего шедевра. Наш Чучу Чарльз сейчас оживет. Вот мы ему сделали такую арочку. Трубу ему сделали красную. Все по канону, ребята. И сейчас вот красим эту арочку в цвет. И уже после этого, я думаю, можно будет выкатывать его на испытания. Ну все, собственно, сейчас мы устанавливаем на места ножки. Потому что крепления уже у нас подготовлены. Ножки у нас получились быстросъемные. Вы спросите, зачем они у нас быстросъемные? Что за бред? А то, что эти ножки бы, если мы их установили заранее, просто бы не вылезли из наших ворот. Поэтому сейчас мы поедем на испытания, ребят. И быстренько покатаемся, посмотрим, как себя паучок вообще ведет. А вы пишите в комментариях, каких игровых персонажей или других персонажей вы бы хотели тоже, чтобы мы видели на нашем канале. И мы их реализовали вот таким вот образом в реальной жизни. Ну все, хватит болтать. Погнали! Ну что, поприветствуйте страшного чучу Чарльза! Хотелось бы, чтобы мы добыли дымовые эффекты, но нет. Мы вскипели. Слышишь, как это будет? Да, это паровоз. Короче, ну получилось же классно и круто. Но мы долго держали его на повышенных оборотах. Мы там по соснамах все вытянули, потому что там у нас были сложности. Но вы посмотрите только на этот проект, ребята! Подостыло уже и это... Ну представьте, ребята, если бы реально такая штука на вас наехала. Она ехала, вот мы специально снимаем в ночное время, в вечернее. И вот она вот вас встретила в темное время суток. Причем вы заметили, что когда она двигается, лапки тоже ходят вместе с ней. Тем самым создается эффект то, что... Аааа, это реально паучина скребется к вам! Ну по-моему получилось очень круто и здорово, с учетом того, что мы так в целом управились-то незадолго. Ну и вот, я думаю, это интересная, в принципе, рубрика. Пытаться реализовать таких игровых персонажей или каких-то необычных персонажей в реальной жизни с помощью наших тачек. В принципе, такая вот интересная история. Так что, если вам ролик понравился, обязательно поставьте в один лайк, подписывайтесь на канал и смотрите еще дальше. Еще, ребята, вы заметили, наверное, раз вы досмотрели этого особо до преданной подписчик. Самый верный, самый надежный, если вы досмотрели этот видеоролик до конца. Если вам понравятся наши проекты. Очень многие мне пишут в личку, как угодно, в нашем чате, в группе ВКонтакте, ссылочка на которую, кстати говоря, есть в описании. Можете подписаться, вступить в чат, там со мной лично, почаще коммуникацировать. А последнее время, как раз таки вот в этом чате, я видел просьбу, типа, давай мы будем там что-то скинем, там сколько можно, чтобы ролики выходили чаще. Потому что, да, этот ролик первый впервые за две недели. То есть, раньше, при прочих равных, за эти две недели вы получили 14 роликов, да. Но, к сожалению, из-за санкций наш канал не получает должной монетизации, которой было бы, хватало бы для поддержания работы. Потому что, да, у многих есть стереотип, что, типа, блогеры это деньги, это классно и классно. В России сейчас немножко не так это, к сожалению. Хотя раньше, может быть, так оно и было. Но сейчас времена поменялись. То есть, вы, наверное, заметили, что в этом видеоролике была реклама, и мы все эти бюджетные деньги спустили на проект. Серьезно, чтобы сделать для вас видеоролик. Не, без преувеличений, я там нисколько себе в карман не положил. Просто, для вашего понимания, у меня работает Ваня, Паша, вы их лично знаете. Каждому по 500 долларов в месяц минимум заплати. Это минимум, да. У меня есть монтажер, оператор, есть тепло в ангаре, электричество. Короче, там сумма вырисовывается больше 300 тысяч в месяц, 200-300 тысяч. Просто для того, чтобы мы каждый день вот так вот выпускали видео для вас. И я видел то, что есть ребята ответственные, есть ребята, которые хотят нас поддержать. И я не могу им в этом отказать, естественно. Мы сделали ссылочку, она будет первой. Нет, она будет после рекламы. Такие правила, сори. Там, короче, будет реклама. А потом найдете ссылочку по жертвованию для канала. Там можно будет сделать без всякой подписки. Люди жаловались, что типа сервисы с подписками не подходят. Без подписки, короче, без всего. Просто сколько надо. Хотите с киви, хотите с карты, хотите откуда угодно. Короче, сколько угодно можно нам перевести. И мы эти деньги получим. Вот. Поэтому люди просили, я сделал. Ну что, реально, ладно, один, два, трое просили. А просила, ну, несколько десятков, типа, поддержать. В принципе, ребят, я вот говорю, в нашем чате 500 человек. Осталось 500 человек таких верных, верных подписчиков. Если бы каждый скинул по косарю за месяц. Я не говорю в день, да. Просто, ну, представьте, что такое косарь в месяц. Это по 30 рублей в день, да, примерно. Да, оператор? Не знаю. Наверное, да. Сколько косарь на месяц разделить? Ну, типа того, да. Чего? Какой 700 рублей? 30 чем-то в день. 30 рублей. 33 рубля в день. Короче, копейки. Так вот, если бы каждый из нас скинул, получается, хотя бы в этом чате, по косарю или даже по 500 рублей, хотя бы по 500 рублей, да, на месяц, это было бы 250 тысяч рублей уже. Представляете? Если бы 500 человек скинулись по 500 рублей. 250 косых. И этих денег бы нам спокойно хватало бы, чтобы работать в том же прежнем темпе. И люди бы не жаловались, что ролики выходят так редко. Вот. Ну, я вообще клянчить не люблю. Серьезно. Никогда не просил, никогда не выпрашивал. Сейчас просто очень много людей изъявили желание помочь. Я не вправе отказывать, повторюсь. Поэтому вот. Если вы хотите, чтобы все вернулось как раньше, как на круги своя, давайте докажем это, что ли, посмотрим, сколько у нас таких вот верных, преданных людей, которые просили меня, и посмотрим, сколько действительно скинут. Короче, ссылочка в описании. В любом случае, спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик понравился, потому что мы приложили сюда много усилий, сил и времени, и получилось, в принципе, как обычно. С вами снова я, Вячеслав Смилов, или Живи. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова